И дед, дед и нос, и мама, мама нос, да! Композицию для конкурса «Мама нос бест» из репертуара Джесси Джей Настя выбрала с маминой подачи. Мама знает лучше, как раз про неё, про Настю. Наталья Викторовна, худрук местного ДК, первой заметила способности дочери. Она для девочки и учитель, и критик. В одном месте чуть-чуть поострее. Всё время я выбираю, и мама выбирает по характеру, песни более спокойные. Более тихие, ну, какая я и есть сама, да? А эта песня, это было что-то для меня новое. И я думаю, она у меня удалась, и я очень довольна. Да, у нас же у нас сказали... В Хмелинце говорят, Насте грех не петь. Родители – люди творческие. Отец – директор сельского ДК, мама – художественный руководитель. Постоянно вместе, любое дело с песней. Настя и выросла за кулисами. Ещё с детского сада её привлекали для концертов и утренников. Начали постепенно, постепенно что-то происходило, какие-то песенки, ля-ля-ля, тру-ля-ля. А потом как-то более углублено, углублено пошло, 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 и всё случилось. Такой коллекцией наград может гордиться и городской дворец культуры. В галерее дипломов и Настин вклад. Победы на районных, областных, всероссийских и международных конкурсах. На Дельфийских играх у девочки были серьёзные соперники. Предпочтение отдали именно хмелинецкой звёздочке. А председатель жюри рекомендовала ей участвовать в шоу «Голос». Сказала, ты достойна. Она позвала меня после всего, когда прошёл этот второй тур. Ну, сказала, что стоило бы попробовать то, что я сильно отделялся от других участников. Родители стараются оценивать дочь беспристрастно, как профессионалы. Но уверены, у неё есть все данные для большой сцены. Дальше всё зависит только от неё. Да, да, думаю, да. И вокальный диапазон, и артистизм присутствует. И ощущение себя на сцене, ощущение публики, вот эта энергетика, всё это присутствует. Я думаю, что у неё всё получится. У неё всё получится. Главное, что это хотеть. Желание, хотеть упорство, труд, труд, труд. Победа на Дельфийских играх дала юной звёздочке право поступить без конкурса в знаменитую Гнесинку. Но девочка пока не собирается уезжать из Липецка. После девятого класса пойдёт в областной колледж искусств. А что касается шоу «Голос», оказалось, участие в конкурсе платное. И взнос для семьи культработников неподъёмный. Но Настя верит, случится чудо и сбудется то, о чём она мечтает с малых лет. Ой, я не знаю даже. Я бы пошла бы к каждому, если бы случилось. Ну, а так, если я бы пошла к Полине Гагариной. Или к Леониду Охотину, вот так вот. Марина Карасик, Михаил Жилкин. Липецкое время. Задонский район.